В Министерстве экологии и природных ресурсов сегодня было жарко. Накол страстей возник во время аукциона. 11 участников боролись за два лота на право пользования участками НЕБДР по добыче щебня в Крыму. Ставки исчислялись миллиардами. Казалось бы, вот-вот бюджет республики пополнится суммой с девятью нулями, но второй аукцион получил неожиданную для всех развязку. В аукционах на сегодняшний день в зале 11 участников. Все они с разных регионов России, но преимущественно из Крыма. Лица напряженные и сосредоточенные. Им предстоит побороть соперников всего лишь поднятием карточки. Но на кону стоит выгода сделки. Здесь играет не азарт, а экономические подсчеты. На сегодняшний аукцион мы выставляем два участка. Это участок Чакаташский в районе Судака и Скалистая в районе Скалистого. Стартовые цены на Чакаташский 1 миллион 718 тысяч и Скалистая 69 тысяч. На Чакаташский участок заявились 10 участников, на участок Скалистая 4 участника. Но мы ожидаем достаточно серьезную борьбу, судя по предварительной настроенности участников. Министр экологии словно в воду смотрел. Борьба на площадке на самом деле была серьезной. Первый лот – участок Скалистая в Акчисарайском районе. На него заявлено 4 претендента. Среди них и один, кто приложил документы, что эта земля принадлежит ему. Модератор стартует почти с 83 тысяч рублей. Когда сумма перевалилась за миллион, осталось только два участника. Через каждые 10 шагов они по очереди называют свои ставки. Победитель выяснился после 100 миллионов. Аукцион прекращается и победителем признается участник под номером 3, согласившийся с ценой 105 миллионов 600 тысяч. Победителем стала крымская компания. В течение 30 дней она должна оплатить право пользования участком. Эти деньги пойдут в бюджет республики. Эльмар Мустафаев, хоть и немногословно, но поделился планами развития. Частично уже имеется техника. У нас есть опыт в этой области. Порядка 7-8 лет мы работаем, так как и строительная компания. Основные проблемы, которые, наверное, подъездные пути, естественно, то, что лес, согласование с лесниками. Два гектара земли, в которой, по прогнозам, есть щебень для изготовления бетонных смесей в производственных масштабах. Территории в Девственной Иране там никакие работы не велись. Таким образом, аукцион не лишен рисков. По сути, участники борются за коробку сюрпризов. Все инвесторы, которые принимали участие в этом аукционе, они предупреждены были и лицензионными условиями, которые были аукционными условиями, на сайте опубликованы. И изначально Александр Николаевич заявил, что мы продаем перспективные ресурсы. Там еще месторождения нет как такового. То есть, на данном участке надо провести дела, разбережные работы, чтобы убедиться, что там есть месторождение, пробурить скважину, провести опробование, оценить фактическое месторождение, есть ли оно, там нет, поставить данные ресурсы на баланс. Месторождение появится в балансе полезных ископаемых по республике. И только тогда можно говорить, оправданы были эти инвестиции или не оправданы. После небольшого перерыва выставляется второй лот. На Чакаташский участок в судаке спрос значительно больше. 9 участников, но и стоимость соответствующая. Модератор стартует с 2 миллионов 182 тысяч рублей. В этом случае ставки быстро поднимаются до 1 миллиарда. Через пару минут доходит и до 2. Пошла нешуточная игра. Участники останавливают процесс, удаляются, чтобы получить совет по телефону. На такой ажиотаж, по всей видимости, не рассчитывали. После второго тайм-аута, когда сумма лота достигла 3 миллиардов, ни один участник не поднял свою табличку. И уже появившуюся радость на лицах представителей министерства сменяется разочарованием. Уменьшай шаг, никаких уменьшений. 3 миллиарда 520 миллионов, 3. Ни один из участников аукциона, который ранее соглашался с заявленной ценой 3 миллиарда 200 миллионов, не согласился с этой ценой, которая сейчас заявлена. Мы прекращаем аукционы, считай, признаем его несостоявшимся. Чакаташский участок будет выставлен на продажу на третьем аукционе. По первоначально заявленной цене. Напомним, первый, который состоялся в декабре прошлого года, принес в бюджет республики 78 миллионов рублей. Тогда на торги выставили 6 территорий, общая стартовая цена которых составила более 7 миллионов. Юлия Попович, Юрий Земной, служба новостей ИТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова